Всем привет! С вами канал Smart Life и в этом видео я вас познакомлю со смартфоном от Cubot под названием Rainbow 2 за 70 долларов. Те, кто давно подписан на мой канал знают о моем положительном отношении к этой фирме, связано это в первую очередь с тем, что качество их продукции всегда было на должном уровне, а количество брака было минимальным. Думаю и этот смартфон не должен нас разочаровать. Немного я, конечно, опоздал с обзором, но что поделаешь, первая посылка пропала, пришлось заказывать повторно, а там и потом были проблемы с местной доставкой, но не делать обзор на него я просто не мог, ведь он действительно достоин вашего внимания. Все необходимые ссылки на надежных продавцов, самые низкие цены и лучший кэшбэк сервис, как обычно, внизу в описании. Мы начнем с комплектации. Приходит смартфон такой вот коробочкой, привычной для компании Cubot. Внутри находится наш смартфончик, вот здесь была транспортировочная, он был зачехлен. Как видите, сразу на нем есть защитный силиконовый чехол, и это не просто силиконовый чехол. Видите, здесь он такой вот ударопрочный, то есть для того, чтобы когда выроняли, ничего у нас не трескалось. То есть мне такой чехольчик нравится, и плюс в руке он точно не выскользнет. Это хорошо. То есть в комплектации есть сразу вот такой вот ударопрочный бампер. Это уже плюсик. Далее что у нас посмотрим? Ну, естественно, здесь у нас инструкция и на русском языке в том числе. Гаратиный талончик. Давайте, что у нас здесь еще присутствует? Зарядное устройство, USB-шнурочек. Зарядное устройство у нас 5 вольт, 1 ампер. Это действительно так, USB-тестер это подтверждает. И USB-шнурок обычный, то есть никакой не удлиненный. Комплектация хорошая благодаря силиконовому чехлу. Смартфон продается аж в пяти цветовых решениях. Цветовая палитра очень большая. Диагональю вставляет 5 дюймов с AGE разрешением. Спереди стоит стекло с применением технологии 2.5D, то есть загнутая края стекла. В верхней части расположилась фронтальная камера, разговорный динамик, различные датчики, селфи-вспышка. И также здесь у нас присутствует индикатор событий. И он у нас одноцветный. Смотрите, возле селфи-вспышки присутствует синего цвета. То есть индикатор событий здесь есть, и он полноценный. То есть при пропущенных вызовах тоже мигает. Значит, внизу у нас три сенсорных кнопки без подсветки. Значит, на нижней грани отверстие под основной динамик. Здесь у нас просто такая вот перфорация для симметрии. Вот здесь расположилось отверстие под разговорный микрофон. На верхней грани стандартный джек для наушников 3,5 мм, разъем microUSB. С левой стороны ничего нет, пустая грань. С правой стороны качелька громкости и кнопка включения-выключения. Нажимаются кнопки мягко и не болтаются. Значит, сзади у нас расположилась основная камера, сдвоенная основная камера. Светодиодная вспышка, логотип компании Cubot. И тут различная нам ненужная информация. Значит, крышечка у нас съемная. Давайте снимем, посмотрим, что у нас под крышечкой присутствует. Под крышечкой у нас несъемный аккумулятор. Потом два слота под микросим-карты и один слот под микросд-карточку. И все. Значит, по поводу сборки. Собран он качественно. То есть, ничего у нас не тарахтит, не болтается, не прогибается. Вот крышечка по периметру хорошо у нас прищелкивается. И все у нас будет в порядке. То есть, собран он хорошо. Габариты аппарата составляют 72 мм на 144 мм при толщине 7,9 мм. И весит он 165 грамм. Хорошо лежит в руке. Вы знаете, мне понравилось, как он лежит в руке. Ну, вот так вы знаете. Очень действительно удобно. Как вы понимаете, корпус у нас полностью пластиковый. То есть, вот это по краям тоже у нас пластмасса. Здесь никаких металлических вставок, увы, нет. Но все равно, несмотря на это, внешний вид и сборка хорошего уровня. Телефон работает под управлением 7-го андроида с поддержкой беспроводного обновления. И одно обновление уже пришло, можно обновиться. Значит, прошивка у нас мультиязычная. Перевод на русский процентов на 99, можно так сказать. Значит, все основные функции на русском языке. Что у нас здесь есть? Передача данных от Кнот есть. Далее, Мира Вижн. Автоматическая настройка яркости дисплея присутствует. Wi-Fi монитора, к сожалению, у нас здесь нет. Вот здесь немного не доперевели вот такие дополнительные функции. Двумя пальцами скриншот, точнее, тремя скриншот можно делать. Двумя менять обои на рабочем столе. А здесь дополнительные всякие функции, типа телефонку поднес автоматически, ответил. Там экраном вниз положил, то звук убрался. Здесь у нас умные жесты, разговор крохотов, двумя этапом. Ну, как видите, все стандартно. В принципе, даже здесь немного переведено. То есть, все в порядке. Также, что у нас здесь? Индикатор событий, можно выключить, кого он раздражает. Параллельное пространство, то есть, здесь различные, в некоторых приложениях можно два профиля заводить. Верхняя шторка выглядит вот таким вот образом, она может настраиваться под себя. Лаунчер у нас не подтормаживает, все работает шустренько. Есть кнопочка меню, где располагаются основные приложения. Play Market, FM Radio, Google сервисы, все предустановлены. А также проверил телефон на вирусы, и вируса тут никаких нет. Телефон работает под управлением процессора МТК 6580. Это у нас 32-битный, 4-ядерный процессор, работающий на максимальной тактовой частоте 1300 МГц. Значит, разрешение HD, протигонали 5 дюймов. Плотность пикселей составляет 325. Графический чип Mali 400. Оперативной памяти у нас 1 ГБ из них, свободно 500 под различные приложения. И постоянной памяти всего 16, но изначально доступно 1,38 ГБ. В Анту телефон набирает 24329 баллов. В Epic Citadel 44,6 кадра в секунду. Час игры, результат 44,7, то есть троттлинга нет, процессор не греется, так ключ часто не сбрасывает. В Geekbench телефон набирает 425,242 балла. Wi-Fi за одной стеной на расстоянии 50 метров, стандартный показатель, то есть Wi-Fi модулем. Здесь у нас все в порядке. Теперь по поводу мультитач. Мультитач у нас здесь на 5 касаний, то есть сенсором у нас все в порядке, отзывчивый, никаких глюков нет. По поводу датчиков, значит здесь стандартный бюджетный набор. Датчик приближения, стандартный, хорошо работающий датчик. Освещение тоже чувствительный, небюджетный, реагирует хорошо. И естественно акселерометр тоже здесь присутствует. Датчика холла тут у нас нет. Проверим функцию OTG, есть ли у нас здесь поддержка. Да, поддержка функции OTG имеется. Это уже уверенный плюс этого телефона. То есть через такую вот флешечку можно подключать, точнее переходничок, флешку, мышку, клавиатуру и принтер для вывода печати. Bluetooth через две стены пробивает тоже без каких-либо нареканий. Теперь по поводу нашего дисплея. Давайте остановимся на нашем дисплее. Значит дисплей у нас матрица IPS, не OGS. То есть все-таки воздушная прослойка между точным дисплеем у нас присутствует. Давайте посмотрим углы обзоры. Ну что сказать, стандартный дисплей. То есть особо ярким я его назвать, конечно, не могу. Но углы обзора, как для бюджетника, все в порядке. Ведь у нас матрица IPS. Поэтому с дисплеем здесь все на достойном уровне этой цены. Максимальный порог яркости хотелось бы больше, минимального хотелось бы меньше. Но в целом вполне неплохой дисплей. Телефон работает в 2G и 3G сетях. 4G поддержки нет из-за 32-битного процессора. Качество разговорного динамика и микрофона хорошее. Никаких проблем нет. То есть все слышно четко, как мне, так и моему собеседнику. А звучание в наушниках стандартное, как для всех бюджетников. То есть если у вас более-менее хорошие наушники, тогда будете музыкой в принципе довольны. Давайте проверим наш внешний динамик. Неплохой внешний динамик, удачное расположение. В принципе он не тихий, не лепит, не хрипит. То есть проблем с ним никаких нет. Но конечно качества средних и низких не хватает. С высоким и в принципе все в порядке. Произведем GPS-тест нашего телефона. Сегодня у нас ясная, солнечная погода. Давайте посмотрим, как у нас ловят спутники. Нормально ловит спутники. 5, 6, 7 спутников ловило. То есть никаких проблем с GPS-модулем здесь нет. Посмотрим на экран при периметном солнечных лучах. Не мега яркий, но пользоваться можно. Так что что с экраном, что с GPS, все нормально. Проедемся в GTA San Andreas. Как видите, графика выставила на полный максимум. Посмотрим, как у нас телефон будет справляться с этой игрой. Естественно, на максимальной настройке графики играть некомфортно. Для комфортной игры нужно выставлять графику на среднем уровне. Тогда у нас будет все в порядке. Это у нас стандартный результат для процессора MTK6580 с HD-разрешением. То есть игры типа GTA San Andreas, Asphalt 8, Extreme. Только на средних настройках графики. Танчики только минимальные настройки графики. В остальные простенькие игры будете играть без каких-либо нареканий. Значит, по поводу нагрева. Нагрев корпуса у нас до 42 градусов. Но из-за того, что он пластиковый, никаких проблем нет. То есть я никакого дискомфорта не испытываю. По поводу процессора 58 градусов. Тоже все в пределах норм. Проверим яркость нашего светодиода. Хороший светодиод. Здесь мощный, яркий. То есть с фонариком здесь никаких проблем нет. По поводу камеры. Камера у нас имеет привычный интерфейс. Панорама, пейзажная съемка. Вот режим двойной камеры. Но на самом деле двойная камера никак у нас не задействуется. Как вы знаете, это все у нас программное размытие. То есть я перекрываю вторую камеру. На самом деле никак это не сказывается на качестве фотографии. То есть это все у нас хитрый маркетинговый ход. Не больше. В бюджетной категории это всегда так. Значит, камера у нас основная. Она реальная 8 с интерполяцией до 13 мегапикселей. OmniVision OV8856. Довольно-таки неплохая камера, но постоянно шумит. Вот шумы на ней присутствуют. Но в остальном, даже при плохом освещении и в темноте, делает снимки довольно-таки неплохого уровня. То есть не смазанные снимки получаются. Это мне радует. Но то, что шумы присутствуют, это, конечно, немного печалит. Немного, конечно, печалит. В темноте нужно фокусироваться для того, чтобы получить в фокусе снимок. Сама камера фокус ловить не будет. Ну, в общем, такая вот среднебюджетная камера. Но плохой ее однозначно назвать не могу. То есть, в принципе, неплохая камера. Фронтальная камера у нас на реальные. Два с интерполяцией до 5 Мп. Сенсор Galaxy Core GC2375. Для простых селфи-снимков и скайпа пойдет, но не больше. И также не забывайте, что здесь у нас присутствует такая вот селфи-спышка. В темноте немножко будет помогать. Ну, а там далее смотрите примеры фото и видео. И оценивайте сами. Произведем тест камеры нашего телефона. Запись видео производится в Full HD разрешении. Фокусировка только тапом по экрану. Автоматической фокусировки у нас нет. Есть у нас электронная стабилизация. Давайте пройдемся, посмотрим, насколько это ощущается. Ощущается. Электронная стабилизация отрабатывает на хорошем уровне. Давайте сфокусируемся. Хорошо. Теперь проверим цифровой зум, насколько он у нас здесь. В 4 раза такого уровня получается у нас картинка. В принципе, камера довольно-таки неплохая, как за свои деньги. Протестируем камеру при недостатке освещения. Давайте макросъемку посмотрим. Дальний объект съемки. Вроде бы все неплохо. Никаких рывков нет. Теперь в полной темноте, смотрите, тоже вполне достойно себя камера проявляет. Сфокусируемся. Все хорошо. Теперь включим вспышку. Яркости ее предостаточно. Смотрите, вблизи все можно снимать без проблем. И дальний объект съемки. Тоже все в порядке. Субтитры создавал DimaTorzok Заявленная емкость несъемного аккумулятора составляет 2350 мАч. В реальности USB-тестер показал 2328. Небольшая погрешность, все в пределах нормы. То есть, аккумулятор у нас здесь честный. Час просмотра видео увидите качество. По Wi-Fi на YouTube при средних настройках яркости посадил телефон на 18%. Час игры, опять-таки, при средних настройках яркости посадил телефон на 28%. Результат, в принципе, неплохой. То есть, на день среднеактивного использования вам его будет хватать. Итак, давайте теперь подводить итоги. И для более объективной оценки, как обычно, воспользуемся нашей таблицей со всеми характеристиками. Каковы его положительные аспекты? Есть индикатор событий. Поддерживается функция OTG. Большой выбор цветового решения. В руке лежит хорошо. Мультитач на 5 касаний. Селфи-вспышка и ударопрочный силиконовый чехол. Тоже придется кстати. К минусам я бы отнес отсутствие сканера в пятках пальцев и поддержки 4G. Вторая камера, как обычно, не задействована и является большим маркетингом. Но зато хоть основная, вполне делает приличные снимки, как для своего ценового сегмента. Подводя все вышеперечисленное, могу констатировать то, что смартфон получился добротным. Да, звезд с него не хватает, но со всеми основными задачами он справляется уверенно. Кстати, сейчас вышел Cubot R9, там уже 2 гигабайта оперативной памяти. Есть скандарт щетков пальцев и корпус металлический. Я его тоже заказал на обзор, надеюсь сдать быстро. На этом, большое всем спасибо за внимание. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, если хотите смотреть полноценные обзоры различных китайских гаджетов. А я потихоньку буду готовить для вас обзор очередного бюджетного смартфона. Всем удачи и до скорых встреч в будущих обзорах.